В выходные в нашу редакцию обратились жители микрорайонов Лесозавод и Старый аэропорт за помощью. Всё дело в том, что государственной аптеки Наофарм в Старом аэропорту не существует и до ближайшего пункта свыше 3 километров. А в лесозаводском пункте не всегда есть нужные препараты, и жителям приходится выезжать за ними в аптеки, расположенные в центральной части города. От микрорайона Старый аэропорт до ближайшей государственной аптеки Наофарм – 3 километра. Жители обращались в местный ТОС, а тот, в свою очередь, в соответствующие органы. Результат, как говорят сами жители, нулевой. А весь микрорайон существует более 20 лет. Наш микрорайон неуклонно разрастается. Ведётся отсыпка участков для многодетных семей перед микрорайоном Старый аэропорт, за микрорайоном Старый аэропорт. То есть прогнозируется увеличение большого количества жителей, в том числе семьи с детьми. Возраст жителей микрорайона повышается, становится больше людей преклонного возраста. Всем им необходима аптека. И ко мне поступали неоднократные обращения граждан по поводу открытия аптеки шаговой доступности в нашем микрорайоне. По прогнозам специалистов, аптечный пункт в микрорайоне Старый аэропорт ещё не скоро откроется. А, возможно, не откроется вовсе. Это не единственная проблема. Житель микрорайона Лесозавод Георгий Дёмкин не первый раз сталкивается с нехваткой препаратов в местной аптеке. Да и время работы пункта совершенно не устраивает. Мы-то почему должны страдать люди-то? Пенсионеры, дети, тому прочее приходится выезжать в сторону, за какими-то таблетками ехать в сторону города, это такси нанимать или в искатели. И у меня просьба такая, примите меры. Как пояснила заведующая центральной аптеки Ирина Кузьменёк, увеличение времени работы аптечного пункта в микрорайоне Лесозавод не планируется. Что касается выдачи лекарств, то у покупателей есть возможность заказать необходимые препараты у фармацевта и получить их на следующий день. Обычно фармацевт смотрит по нашей сети, в какой аптеке данный препарат имеется, и предлагает или человеку проехать туда, в ту аптеку или в аптечный пункт. Если он отказывается, то предлагают на выбор, что или сегодня, или завтра подойдите к вам, его сюда привезут в аптеку, и он здесь его получит, купит или получит бесплатно. То есть проблем никаких нет. Добавлю, в связи с плановыми мероприятиями работа торгового зала государственной центральной аптеки «Науфарм» будет приостановлена. Впрочем, приобрести лекарства возможно со двора аптеки, как по рецептам, так и в розницу. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...